Винтовка Мосина пехотная, еще царского образца, клеймо на ней 1920 год, первый оружейный завод, город Тула. То есть на момент начала войны данная модификация винтовки Мосина считалась уже достаточно морально устаревшей, потому что она и длиннее, и неудобнее обычней, и прицельные приспособления, как например прицельная планка Коновалова, она уже должна была быть подвергнута модификации. Это в шагах, и здесь еще и аршины пробиты, и она была для стрельбы, что самое интересное, по навесной траектории даже предусматривалась стрельба. То есть когда вырез совмещался с мушкой, можно было стрелять, ну то есть как мы все знаем из физики, что любая пуля, любой снаряд запущенный с определенным импульсом, он летит, и его все равно земное притяжение на дистанциях притягивает, то есть практически по дуге, и здесь можно было благодаря такому прицелу стрелять по дуге на дистанции до 2000 метров непосредственно. Поэтому при прицеливании в цель, которая находится почти на линии горизонта, винтовку надо было держать под наклоном, то есть совмещая прорезь и мушку, совмещая прицельные приспособления. Далее на мне штык. Штык это от французской винтовки Лебеля, то есть штык еще образца Первой мировой войны. В Россию они попадали вместе с французскими винтовками Лебеля еще в Первую мировую, попадали они в Россию в революцию, и они были совместимы с винтовкой Мосина царских модификаций. Тут просто у меня достаточно сложная система из обрезка камеры, что в принципе исторически аутентично для его фиксации. Достаем непосредственно штык, удаляем из царской винтовки Мосина штатный шомпол, то есть путем выкручивания из фиксирующего паза, и непосредственно ставим штык. То есть на военных фотографиях и кинохрониках вы можете увидеть применение штыков для винтовки Лебеля вот в таком вот варианте. Сегодня я в образе военнослужащего Тульского рабочего полка, то есть по факту ополченческой части, созданной в Туле в экстренном порядке в 1941 году. Одежда на мне ввиду сильного дефицита униформы и вооружения в 1941 году ввиду кризисных ситуаций абсолютно гражданская, то есть стандартные гражданские ботинки, брюки и ватная куртка на начало 40-х годов 20-го века. И далее, если рассказывать о моем снаряжении вооружения, ремень это ремень от оружейного ремня, то есть стандартный ремень для рядового состава Красной Армии мне не дали, как ополченцу, вооружался я по остаточному принципу и снаряжался, противогазная сумка, упрощенная образца 1941 года с противогазом ШМ-1 и непосредственно бандольер. Бандольер оригинальный тех лет, то есть это упрощенный нагрудный подсумок под патроны для винтовки Моси. Шапка также абсолютно гражданская, но это такая индпошив, потому что много головных уборов на тот момент изготавливалось людьми по собственной инициативе и за свои средства. Субтитры создавал DimaTorzok